В результате жестоких боев 13-14 августа украинская армия потерпела сокрушительное поражение в районе Саур-Могилы. Армия ДНР уничтожила большую группировку врага, расположенную в селе Степановка в 10 с небольших километров от города Снежное. Эта ударная группировка буквально нависала над этим ключевым для обороны Донецка городом, грозя полностью отрезать столицу республики. Ликвидировав эту опасность, наша армия решила важную стратегическую задачу по обороне Донецка. С передовыми частями нашей армии мы выдвинули в Степановку. Несмотря на то, что противник был выбит из укрепрайона больше суток назад, дорога в Степановке по-прежнему простреливается. Кроме того, большую опасность представляют раздрозненные небольшие группировки украинских военных, которые полностью дезориентированы и пытаются самостоятельно выйти из окружения. Поэтому мы двигались в составе вооруженной колонны, направленной в Степановку для вывоза трофейной техники, которая была брошена украинской армией. Впрочем, брошенная техника стала попадаться сразу за постом полевого командира с позовным «Боксер», который держал оборону непосредственно перед Степановкой. Только на этой дороге с понедельника боксера сожгли 12 единиц техники врага. До Степановки мы добрались без происшествий, хотя и подверглись небольшому автоматному обстрелу. В селе не осталось практически ни одного целого дома, а затем в центре поселка за бывшим универмагом мы обнаружили первый трофей – совершенно исправную установку ГРАД, даже заряженную. По разбросанным вещам можно было судить, в какой спешке отступали украинские военные. В спешке был брошен даже украинский флаг подразделения. Среди брошенных вещей попадались шприцы. Судя по всему, солдаты украинской армии принимали наркотики прямо на позициях. А затем, как из рога изобилия, посыпались подарки – огромное количество боеприпасов, в том числе мин направленного действия. Пока наши бойцы восстанавливали установку ГРАД, мы вместе с местным жителем по имени Михаил осматривали окрестности. А Михаил рассказывал нам подробности произошедшего здесь боя. Оказывается, украинские офицеры просто бросили своих солдат еще в понедельник. Еще одна подробность – как относились офицеры к своим бойцам. В то время, как они ни в чем себе не отказывали, их бойцы питались одними сухпаями. За время пребывания украинской армии в поселке он ни разу не видел, чтобы им приготовили горячую пищу. При этом на позициях процветало откровенное пьянство, как среди офицеров, так и среди солдат. Еще интересно, офицеры и обеспечивающие живут очень хорошо. То есть обеспечивают люди. А это система наведения, обнаружения и выдавления. И плюс генератор. Здесь генератор, который питает все эти. Ну да, они тут бухали вовсю, похоже. Да, это слово. Офицеры встали. Инженерные лодка – это, конечно, все офицеры. То есть они ни в чем себе не отказывали, да? Да, нет, у них все было. А солдаты голодали, да? Ну нет, чтобы пойти и сами готовили. Вот что, она вроде есть. А то, чтобы пойти, уже вот так вот. А горячую, то есть солдатам горячую зачем давали? Да, ничего. Михаил поделился с нами интересными наблюдениями и о боевом духе украинской армии. Военнослужащие этой армии откровенно боятся вступать в контактный бой, предпочитая расстреливать противника издалека из тяжелой техники. При этом с подвозом боеприпасов у них в последнее время возникали большие проблемы. Стоят этой армии ребята, которые просто рвутся в бой, убивать врага чуть ли не голыми руками. В частности, в составе штурмовых подразделений, отбивавших Степановку, есть очень много добровольцев из Семеновки, которые просто горят жаждой мщения за акты геноциды, которые устроили фашисты там. Я думаю, что с этими ребятами, украинским солдатом, действительно мы вернулись к нашим бойцам, они уже поменяли колеса на граде. Кроме того, нам досталась специализированная машина для наведения мостов. А дальше по улице обнаружилась совершенно исправная штабная машина управления огнем. Украинские военные бросили даже это, совершенно исправную технику. Причем любопытный момент. На броне этой машины оказались пометки на английском языке. Получается, в боях здесь участвовали западные наемники или вполне возможно даже натовские советники. А чуть дальше по улице обнаружился разбитый хаммер. Особенное возмущение наших бойцов вызвал тот факт, что на этой фашистской машине были наклеены эмблемы советских десантников. Чуть позже мы вместе со специальным подразделением выехали на окраину села, где, как утверждали местные жители, находилась самоходная артиллерийская установка «Акация». И по дороге бойцы рассказали нам удивительную историю. Расскажу, расскажу, если надо, расскажу. В 43-м году здесь был тяжело ранен наш дед, гвардии подполковник, который ушел в отставку после войны, начальник разведки дивизии 96-й гвардейской оловайской дивизии, в которой сражение было здесь Дмитриевка-Степановка-Савурмогила. Он был тяжело ранен, и женщина, житель этого села Степановки, перепелица Мария Яковлевна, спасла его. А в 63-м году, когда открылся комплекс Савурмогила, она собрала всю дивизию, в которой останки дивизии, и есть мемориальный памятник там, но сейчас уже, наверное, нету. Именно 96-й гвардейской дивизии. Поэтому я здесь вырос, на этой Савурмогиле. Я тут все знаю. Так что теперь его внук и его правнук защищают эту родину, как и дед. Как наш дед. Меня зовут Михаил, моя фамилия Москвин, фамилии свои не скрываю. Я русский. Я защищаю свою родину, свой Донбасс, свою семью. САУ мы не нашли, зато обнаружили 130-миллиметровое орудие. Правда, осмотреть его нам не удалось. Ненаметчики врага нас обнаружили и попытались накрыть. К счастью, не точно. Тихо, стой. Стой, стой. Потому что нас пристреляли, блядь. Нас пристреляли. Какого нас пристреляли? Ложись, присядь, присядь. Быстро пристреляли. Они нас пристреляли. Но нам все же пришлось вернуться в Степановку. И дальше по улице мы обнаружили настоящий ад. Полностью сгоревшее десантное подразделение украинских военных. Это была настоящая бойня. Танки горели так, что плавился металл. Только на этом месте наша похоронная команда обнаружила около 40 останков. Полковой батюшка прочел над ней молитву и их захоронили прямо на окраине этого мертвого поля. Пошел, уважаемые матери, добились вы своей войны. Раздолбили мы вашу армию. Пускай еще кто-нибудь позарится на нашу землю. Будет жестоко наказанный. Потеряли вы своих сыновей, потеряли вы свою армию. Отправляли у них на бой кровавый. Вы думали, мы из них сдадимся, сдадимся. Ответите вы за каждый двор, за каждый волосок. За каждый разбитый дом. За наш разбитый дом. За все ответят. Бой был недолгий. Ваши сыновья здесь. Все лягли, все буквально. Пожалуйста, если хотите, присылайте еще. Если вам нравится такая война, направляйте. Мы вам обещаем. Будет тоже, как и у нас здесь. Будете отвечать за каждый дом, за каждый волосок. За детей, за сельхозпродукцию, за всю. Мы все равно дойдем до вас. Всего в Степановке только по предварительным данным было взято 40 единиц трофейной техники. Большое количество боеприпасов для установок град, танков и артиллерии. Победа на этом направлении имеет важное стратегическое значение и может переломить ход всех боевых действий. Кроме того, подразделение, с которым я приехал в Степановку, взяло еще один важный трофей. Черного щенка, которого тут же крестили почему-то татарином и присвоили звание полкового питомца. Я с удовольствием хочу сказать, что мне приятно смотреть, как горят украинские танки, украинская техника, украинские фашисты. Мы русские, живущие на Донбассе, и другие пацаны, вот, Славянские, Макеевские, Донецкие. Откуда еще лежу? Я стану в сердце. Вот сын мой, я не с сыном здесь. Это мой старший сын, Ауросико. Мы оставим свою жизнь. Пожалуйста, проходите, мы на каждую рамку. Мы скоро будем у вас, а ваше земле. И останется в сердце. Продолжение следует...